Приветствую вас! Словно и коренье это внедрение импринта, то есть целостного впечатления, ассоциативно связанного с тем или иным человеком. И это именно то, что потрясает до глубины и до глубины души человека. То, что проникает очень глубоко в человека. И так, собственно, и работает декорение. Другой вопрос, есть ли у вас, условно говоря, ресурс, есть ли у вас ресурс для того, чтобы ну, к примеру, да, поставить якорь. Вот. Мне кажется, что вот ресурс у вас, ну, скорее, нет, с чем есть. Мне так кажется. По крайней мере, потому что на расстоянии составить якорь невозможно, если вы на расстоянии. Понимаете, вот, именно на расстоянии якорь построить нереально. То есть невозможно на расстоянии так человека впечатлить, чтобы произошел импринт. Вот. К сожалению. Хотя, конечно, исключения бывают. Безусловно. Это... Совершеннейший факт. Вот. Исключения. Могут быть из этого правила, да, что вам нужно очень близко общаться с мужчиной. И очень... Хорошо. Я бы даже сказал... Точечно... Ну, что вы, например, чувствуете его желание демонстрировать, что вы чувствуете то, что он хочет, что вы демонстрируете, что вы видите его потребности и так далее. Вот. Если в этом направлении вы двигаться будете, то у вас получится поставить якорь, если мужчина будет именно с вами, именно с вами, связывать удовлетворение своих потребностей. Вот. Вот. Вот это примерно так работает. И никак не по-другому. Понимаете? Понимаете? Какая штука. То есть, если вы хорошо знаете, например, человека, то вот все получится. Если вы хорошо знаете то, например, что ему нужно, то у вас все получится. Если нет, то вы потерпите неудачу. Скорее всего. Ну вот. Тут вот я не могу не спросить, а почему вы хотите, собственно говоря, якорь поставить? То есть, вы боитесь человека потерять? Если вы боитесь человека потерять, то на чем основан ваш страх? То есть, получается, что… Вы боитесь, то есть, ладно? С помощью якоря возобновить отношения нельзя. То есть, с помощью якоря можно удержать отношения, не восстановить их. То есть, тут вот мне кажется, что вы одно мешаете с другим. Как бы, якорь – это то, что, ну, то, что используется на постоянной основе. Вот. Вы говорите о том, ну, сейчас, что на расстоянии возобновить отношения с мужчиной с помощью якорей. Нет, тут… Восстановление отношений происходит не посредством якорей. Восстановление отношений происходит посредством выяснения этих самых отношений. И вот уже, когда человек, к примеру, вам доверяет, вот, в таком случае можно использовать якорь. То есть, формировать у него именно появление импринтов по отношению к вам. Такая вот и что. Такая вот и что. А так вы немножко… Не в ту степь, мне кажется, идёте сейчас. Вот. Так что, вот так вот. Так вот, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте. Вот. Подобные подходы к людям являются, как вот, правильно сказал мой коллега, манипулятивными, и я бы сказал, принижающие человека. Поэтому вам желательно определиться с тем, каких отношений с мужчиной, с мужчиной вы хотите, ну, вообще, в принципе. Вот. То есть, если любовных отношений вы хотите, к примеру, если именно любовных отношений вы хотите, то в таком случае то, что вы делаете, это, я бы сказал, неприемлемо. Потому что любовные отношения, ну, они не предполагают, вот, того, что делаете вы. Вот. Я не пытаюсь сейчас вас, как-то там, обвинить в чём-то и так далее. Не пытаюсь вас обвинить, я просто рассказываю, как есть. Если это отношения по расчету, да, всё супер, но тогда нужно признаться в этом. Вот. И, признавшись в этом, да, решить эту проблему, которая привела к расставанию. Вот. А иначе ситуация просто повторится. Что касается примера и коренья, то, допустим, вы знаете, что мужчина, к примеру, какое-то время, или очень долгое время, или вообще никогда, ну, допустим, допустим, не имел опыта забот. То есть, о нём, вот, грубо говоря, да, о нём вообще никто не заботился. Вот. Девцы, родители о нём не заботят. И, когда готовили ему есть, например, то, вот, просто кидали ему, допустим, еду, да, вот, ну, просто кидали еду. Ну, на тарелку, да, просто кидали еду. И, типа, говорили там, допустим, нажри, ну, типа того, к примеру. Вот. Из-за чего мужчина, там, допустим, когда ест, ну, опять же, к примеру, просто, когда он ест, он чувствует напряжение, напряжение. Как бы, у него такое ожидание чего-то плохого. Вот. И в этот момент появляетесь, собственно, годовые, да, и говорите им, что, вот, там, накрыли на стол, допустим. Вот. И, говорите его по плечу, говорите, куча-куча, там, допустим, что будет хорошо, или, там, приятного аппетита, или, или, поцелуй. Вот. Вы ему свой дарите. Вот это, собственно, и будет при многократном повторении. Вот. Это и будет тем, что, ну, тем, что называется импринтом. Вот. А именно, на импринте, построенные кадры, в данном случае. Вот. Вот такой вот пример. Кстати, у меня такое ощущение, что вы, знаете, пытаетесь научиться этой технике, технике НЛП, по сути. Вот. Без обучения самой НЛП. Вот. Как я уже сказал, с точки зрения психотерапии, ваша, вот, текущая проблема заключается в том, что вы, ну, боитесь человека, боитесь потерять. Вот. 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 Как бы вот, ну, проблема она в этом. Знаете? И, мне кажется, мне кажется, что вам ее нужно решить, вот эту проблему. проблему того, что вы боитесь человека потерять, вот, образно говоря. и когда, если вы для себя эту, ну, вот эту проблему решите, да, то, соответственно, вам станет гораздо лучше. и вы сможете, ну, возможно, возможно, выстраивать отношения более, более свободно, что ли. Вот. Я думаю так. Ну, и последнее, это то, что отношение на расстоянии имеет смысл только в том случае, если существует хотя бы какая-то гипотетическая возможность, что вы будете как-то вот вместе, да. вот, если такая возможность существует, гипотетически хотя бы, вот, то все это как бы имеет смысл. Ну, тогда, вот, если же, такой возможности нет у вас или не предвидится, в ближайшем будешь, то и винпринта не будет. Потому что человек, он защищен, он напряжен. Нужно, чтобы человек был расслаблен, чтобы человек был восприимчив для внедрения инспринта. Так что обратите, пожалуйста, и на этом в том числе свое внимание. Эм, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...